ребята всем привет с вами сергей калиниченко и сегодня я хочу вам рассказать о том как же я провожу свое восстановление после тяжелых тренировок или после спарринга или самое тяжелое восстановление это после соревнований значит я не буду вам рассказывать что и как можно делать для восстановления я вам буду рассказывать только то что делаю я значит после борьбы или тяжелой тренировки или соревнований естественно на следующий день или через день вы можете начать ощущать боль в ваших сухожилиях связках мышцах и так далее естественно после того как вы это ощутили ни в коем случае нельзя нагружать ту же мышцу но ту группу в которой у вас дискомфорт потому что это затянется не на неделю она месяц ваше восстановление а то и вообще так можно себя загнать в гиперперетренированность и с нее выбраться очень тяжело поэтому нельзя грузить мышцу если вы ощущаете мне сильный дискомфорт там множество микротрамм естественно если у вас легкая крепатура то и даже в таком случае лучше грузить другие группы мышц и сухожилия который вам значит основным что я считаю для восстановления как бы для меня самое лучшее восстанавливает после тяжелых тренировок это массаж только массаж получается не необычный массаж не просто чтобы вас погладили на по спине а спортивный массаж это когда мышцам очень больно это когда с них как мне рассказывал массажист выгоняем молочную кислоту закисление закисление мышцы зажатости чтобы туда лучше поступала кровь а с кровью естественно все нам нужные элементы для восстановления это я считаю основой плюс периодически я оставлю банки также сама мне сказали что банки помогают мышцы в будущем лучше насыщать лучше насыщаться кровью и как бы они вытягивают плохую кровь ну я в этом не уверен но мне так сказали но по ощущениям естественно после банок я ничего не ощущаю сверх естественного вот после массажа да я на следующий день могу тренироваться так сказать чуть ли не на сто процентов он меня восстанавливает очень сильно плюс так что у нас еще есть после тяжелой борьбы значит через день а то и через два если вы ощущаете дискомфорт ваших мышцах естественно можно начать их хорошо разогревать разминать по 50 по 100 повторений делать чем больше вы туда закачайте крови тем быстрее восстановится ваша мышца но ни в коем случае не на следующий день потому что как раз на следующий день у вас начинает заживать только травмированные места микротравмы и вы опять начинаете делать какое-то упражнение и она так сказать опять травмируется это то же самое что у вас например рана и вы каждый день ее будете зирать она никогда не восстановится нужно подождать пока она восстановится а потом уже естественно нагружать ее если у вас постоянные ощущения что у вас болит да там связка вы не можете грузить ее полноценно но у вас травма была например год назад больше всего что у вас там образовался рубец рубец это на сухожилии или на мышце или на связке это место на котором была травма да как у меня вот здесь и получается она не эластичные это место не эластичные когда вы выполняете упражнения здесь у вас тянется связка и здесь тянется связка а здесь нет потому что она здесь твердые и получается из-за того что она твердые там травма уже нет но болевые ощущения могут присутствовать и два и три года это без проблем не переживайте вы можете грузить это место которое у вас было травмировано это часть станет у вас эластичной и еще сильнее потому что там утолщенная ткань будет естественно для восстановления вам помочь противовоспалительные средства противовоспалительные средства в аптеке любые противовоспалительные средства для мышцы могут помочь я периодически использую ними сил но это не перед тренировкой это получается на следующий день или после тренировки да она снимет воспаление плюс можно использовать мази восстановительные сразу же я уверен что в два раза быстрее вы будете восстанавливаться используя такие мази даже посреди недели сделали тяжелую тренировку намазали те части которые вы сильно грузили и уже вы быстрее будете восстанавливаться это сто процентов я использую еще для восстановления спортивное питание это у нас идет bca 3 аминокислоты незаменимые которые идут нам именно на восстановление это лицин изолицин и валин плюс я пью отдельно бета-аланин я пью его три раза в неделю бета-аланин это одна из немногих аминокислот которые я ощущаю по себе что они работают как если это не подделка то вы ощутите как у вас мурашки бегают по всему телу значит что такое еще естественно это нужно хорошо кушать получать нужное количество белков жиров и углеводов я пропиваю естественно протеин комплексы витаминов рибий жир коллаген получается трибулус он как бы ускорит ваше восстановление так как чем больше у вас тестостерона в организме тем быстрее вы будете восстанавливаться так что такое еще еще вам рассказать сон сон это основа если центральная нервная система у вас уставшая да и вы так сказать взбудоражены плохо спите или не досыпаете это скажется очень плохо на вашем восстановлении поэтому я я могу выпить валерьянку плюс я иногда пропиваю комплекс габа он получается успокаивает нервную систему и ты восстанавливаешься намного быстрее так как стрессы не так влияют на так сказать на пожирание от твоего организма от твоих же мышц и вот в принципе все я надеюсь эта информация для вас была интересной и задавайте вопросы я буду с вами делиться своим опытом то что использую я и как я провожу тренировки и так далее не забываем подписываться на канал ставим лайки поддержим мой канал он только развивается я думаю дальше больше всем пока